Здравствуйте, уважаемые любители фридайвинга! Вы на канале Апнеа Горький. И сегодня мы с вами посмотрим очень волнительный нырок Алексея Молчанова, который Алексей совершил на соревнованиях Vertical Blue на Багамах в 2023 году. Итак, спортсмен подготовился, сделал вдох и совершает заныривание. Прозрачность здесь не очень хорошая, но в любом случае это лучше, чем ничего. В любом случае мы с вами будем наблюдать спортсмена до 100 метров, его погружение, и это очень-очень интересно. Первые 15 метров спортсмену нужно преодолеть зону положительной плавучести. И вот Алексей достигает глубины 20 метров, на 25 делает набор маусфила, на 30 примерно. Еще добавляет порцию маусфила, делает грибочек ногами, ручки уже сложены вдоль тела, и начинает свободное падение на заявленную глубину. В зоне отрицательной плавучести можно совсем расслабиться, не прикладывать абсолютно никаких усилий для погружения. Главное занять обтекаемое положение, что Алексей делает, и просто скользит в голубую бездну. В 2023 году Алексей хотел побить все мировые рекорды во всех четырех дисциплинах, и в брассе тоже. Предыдущий рекорд мира принадлежит Уильяму Трубриджу, который его поставил достаточно давно, около семи, наверное, лет назад. Здесь же, на Багамах, нырнув на глубину 102 метра, и Алексей весь 22-23 год готовился к тому, чтобы побить этот рекорд в брассе. И здесь на шестой день соревнований Vertical Blue 2023. Алексей сделал заявку, 103 метра, и мы с вами наблюдаем этот нырок. Итак, спортсмен у нас уже приблизился к 100 метрам. Вы видите, как вокруг темно, и он достигает заявленной глубины, срывает тег, и начинает свой подъем наверх. В отличие от многих-многих спортсменов, у Алексея очень размеренная техника во всех дисциплинах. Он не торопится. Его движения могут показаться даже расслабленными, но на самом деле они очень эффективные, очень думчивые. Может быть, не в полную амплитуду, не в полную силу, как он бы мог, но он осознанно этого не делает для того, чтобы не тратить излишние силы и не тратить излишний кислород. Но как бы спортсмен ни старался, в любом случае, брас остается самой энергозатратной дисциплиной, и мы видим, как работают мышцы, Алексея. Для того, чтобы всплыть, приходится преодолевать зону отрицательной плавучести, и каждый метр приходится буквально отвоевывать у глубины, чтобы подняться еще на несколько метров вверх. Глубина 60 метров. Алексей находится под водой уже 3 минуты, но при этом он еще на глубине около 50 метров. И вот здесь, на глубине 50 метров, мы с вами можем наблюдать такой первый звоночек. Алексей посмотрел наверх. Это, в общем-то, не очень типично. Слишком большая глубина для того, чтобы... Обычно это происходит тогда, когда спортсмен беспокоится, не понимает, на какой глубине он находится, сколько ему еще осталось всплывать. На 40 метрах Алексея встречает первый сейфити и начинает его сопровождать. Здесь мощность работы Алексея увеличивается, 33 метра. Алексей смотрит наверх. И вот волнительный момент сейфити принимает решение начать спасать Алексея, хотя вроде бы Алексей еще оставался в сознании. Возможно, страхующий в этом случае немного поспешил. Здесь вот Алексей, даже еще там на 15 метров показывает, что он в сознании. Но страхующие уже его поднимают наверх. И как мы сейчас увидим, все это не зря. Да, после всплытия Алексей явно находится без сознания. Явно ему требовалась помощь. И, может быть, сейфити здесь немножко поторопились, но, видимо, их действия на 100% были оправданы. Дорогие друзья, вы можете сильно не волноваться за Алексея. Сейчас сами увидите, что с ним все будет в порядке при потере сознания во фридайинге. Как правило, после того, как спортсмена доставили на поверхность, он достаточно быстро приходит в сознание. И для этого не нужны никакие дополнительные действия. Сейчас просто Алексею дадут подышать кислородом, чтобы его восстановление произошло быстрее. Ну, как вы видите, он уже сидит, он полностью в сознании. Правда, да, красная карточка. Поэтому, друзья, от потери сознания во фридайинге не страхован никто. Никогда не ныряйте в одиночку, всегда рассчитывайте свои силы, ныряйте с удовольствием и безопасно. Мы желаем Алексею дальнейших побед в 2024 году, чтобы он побил рекорд Вильяма Трубриджа и нырнул на 103 или даже на 104 метра браса. Спасибо.